На первый взгляд и не скажешь, что на сцене музыканты-любители. В руках этих талантливых людей любой инструмент звучит, будь то пила, коса или рубель. Идея создать такой необычный ансамбль пришла сотрудникам Ленинского территориального управления Мособлпошспас. И дело пошло. Сегодня коллектив активно выступает на конкурсах в районе и области. А в этом году поющие пожарные решили свой коллектив представить на конкурс «Наша Подмосковья». Мы бы хотели, конечно, русское творчество развивать, потому что очень интересно вот эта пила, коса. Мы еще приобретаем инструменты. У нас есть такой таз медный. Мы учимся на них и подбираем музыку. В проекте Галины Рубинской, которая более 50 лет проработала учителем литературы и истории в развилковской школе, рассказывается о книге памяти и славы, которая создавалась на протяжении многих лет. В ней собрана краткая биография 854 участников Великой Отечественной войны, жителей поселения Развилковская. Все эти сведения педагогу помогали собирать ее ученики. Таким образом дети знакомились с историей нашей страны и ее героями. И главная цель какая? Приемственность поколений. Потом они должны осознать, что теперь они должны также защищать, любить свою родину. В решении проблем семьи с детьми-инвалидами, организации их досуга, развития творческих способностей уже на протяжении трех десятилетий занимаются сотрудники Ленинской районы, общественной организации инвалидов. Сегодня помощь оказывается более 70 детям. Этот проект рассказывает о нашей работе, какую помощь мы оказываем. И мы хотим привлечь людей, чтобы они откликнулись на нашу просьбу о помощи, чтобы мы могли еще больше оказывать помощь, чтобы еще лучше могли работать. В конкурсе «Наше Подмосковье» свой проект ООН «Отряд особого назначения» представил и телеканал «Видное ТВ». И это только малая часть проектов, презентация которых состоялась сегодня. Всего же в этом году зарегистрировано более 19 тысяч проектов со всего Подмосковья. Но только лучшие будут удостоены губернаторской премии. А впереди третий этап конкурса и подведение итогов. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Ирина Бокова, Алексей Руднев, Ольга Садовская, «Видное ТВ», «Видное ТВ», «Видное ТВ», «Видное ТВ».